Привет друзья! Чем больше я развлекаюсь микросхемой К155ЛА3, тем больше я в нее влюбляюсь. Влюбчивый я оказался парень в радиодетали. Если ранее я показывал ряд роликов со знаменитой микросхемой Трипятерки, сделав из нее очень много интересных и удивительных вещей. Также еще ранее я показывал микросхему ESD1820. Это поистине удивительная микросхема. Если кому интересно, посмотрите ролики на моем канале. То сегодня и до недавнего времени я увлекся этой замечательной микросхемой и недавно сделал на ней не что иное, как усилитель звука. Хотя микросхема сама по себе логическая, то даже один единственный элемент, который содержится в этой микросхеме, а всего в этой микросхеме 4 таких логических элемента, так вот, на одном логическом элементе можно построить усилитель звука, который, во-первых, строится очень просто, а во-вторых, звучит просто замечательно. К сожалению, на моей кухне я не обладаю возможностями показать вам осциллограммы, и для этого есть другие каналы, есть целые научные студии и лаборатории, в которых вам могут это продемонстрировать, но не знаю, почему не хотят. Я же решил, чтобы убедиться в том, что такая микросхема К-155ЛА3, даже один ее логический элемент, годятся для того, чтобы создать так называемый предусилитель, достаточно чувствительный и качественный. И эти эксперименты я как раз сейчас и провожу. Я ранее продемонстрировал усилитель, вот именно на этой микросхеме, именно вот его, давайте дадим его крупным планом. Теперь он лишен переменного резистора, рабочая точка выбрана уже железно, под питание от трех пальчиковых батареек 4,5 В, но на самом деле тут чуть меньше, потому что каждая из этих батареек 1,4 В, можете перемножить самостоятельно. Чтобы не было разночтений, так как по схеме я пояснял, что ставить развязывающий конденсатор по входу вовсе не обязательно, это зависит от того, какую вы будете подключать нагрузку на вход, ну или точнее источник сигнала. Ведь разные источники сигнала, такие как сотовые телефоны, смартфоны, MP3-плееры или старинные плееры, они обладают разными выходами. Эти выходы могут быть высокоомные, с развязками уже имеющимися конденсаторами внутри, вот на выходе может быть конденсатор здесь, где у нас наушники подключаются, может быть вот здесь вот специальная схема, даже целая микросхема, как вот здесь вот, где-где-где-где, вот здесь вот, да. Вот, и поэтому вот этот вот развязывающий конденсатор ставить не обязательно, но если вы его поставите, не ошибетесь. Поэтому вот специально для самых моих любопытных зрителей, которые не увидели вот этот конденсатор, я припаял его очень большой, вот такой красивый, беленький, бумажный, насколько я помню. Он очень хороший конденсатор для звука. Далее у меня два канала микшируются вот на этом резисторе, и создается моносигнал, который заводится на вход микросхемы, а это выводы 1 и 2, это один единственного логического элемента, и выход, вон там, троечка, троечка мы ее видим, через вот этот вот небольшой конденсатор, конденсатор 10 микрофарад, идет уже на другой оконечный каскад, усилитель класса А, созданный всего лишь на одном силовом транзисторе, вот, создан по классу А, правда, не совсем по правильному. Давайте покажу. Значит, вот у меня здесь есть резистор смещения, примерно 2 кОм для 8-вольтовой батареи, которая снята со старого ноутбука. Значит, мощнейший транзистор, его номинала, можете посмотреть, это ключевой транзистор из блоков питания, но при этом он хорошо подходит для усиления звуковых частот. Конденсатор у меня служит для развязки между вот этим оконечным силовым каскадом и усилителем на микросхеме К-155ЛА3. Далее, вместо сопротивления я использую динамическое сопротивление. Откуда оно берется? Вот эта вот лампочка, ну, она достаточно маломощная, она светится в пол накала, так удобно строить схему, потому что с помощью резистора смещения я сразу могу видеть, у меня протекает ток в эмитерной цепи или нет. И эта же лампочка играет роль обратной связи, так как включена она не в коллекторную, а в эмитерную цепь, то есть лампочка припаяна у меня к эмитеру. В цепи эмитера по питанию у меня еще стоит вот этот вот замечательный прибор, который измеряет ток. Вот раз у меня лампочка светится, то вот оконечный каскад у меня потребляет ток. Его можно увидеть по прибору. Если вся шкала прибора у меня 100 мА, то вот половиночка шкалы, причем прибор у меня лежит в этот раз абсолютно верно, 50 мА. То есть 50 мА я могу себе позволить пропускать через такой ключ, тем более, что находится он на мощном радиаторе. Это оконечный каскад, который будет усиливать сигнал, усиленный вот этим предусилителем, и подавать его уже не просто на динамик, а на колонку, вполне себе такую хорошую звуковую колонку. Значит, почему я завелся снова повторить этот эксперимент? Ну, во-первых, я хочу услышать чистый звук, и для того, чтобы оценить не такой уж и громкий звук от микросхемы К-150ПЛА3 от одного его логического элемента, я этот звук на выходе решил усилить с помощью мощного транзистора и уже слушать его со всеми нюансами и тонкостями. То есть все хрипы и все жужжания можно отловить, если мы сигнал, полученный на выходе, просто усилим и послушаем собственными ушами. Разумеется, можно было воспользоваться осциллоскопами, осциллографами, ну и даже спектроскопами. Так, ток мы измерили, ток мы знаем, это в оконечном каскаде. И теперь, что касается тока потребления самой вот этой микросхемы от трех пальчиковых батареек. Я показывал в предыдущем ролике, ссылочка будет в описании, что потребление вот сейчас всей этой схемы, она включена железно, как бы без всяких выключателей, всего лишь 15 мА. 15 мА, при этом на выходе сигнал достаточно громкий, что можно без вот такого оконечника усилителя использовать его, чтобы слушать через колонку на достаточной громкости музыку. То есть, если вы не хотите шугать соседей там, или просто хотите слушать новости, радио или музыку, там блютуз-колоночку себе соорудить, вот такого усилителя на одном элементе будет достаточно. А так как мы знаем, что здесь этих элементов целых 4, мы можем устроить даже квадро, а не только стерео. Но об этом я уже говорил. Так, давайте немножко дадим музыке, а потом я поясню, почему я собрал здесь вот 3 разных источника звука. Вот, давайте. Так, сэмплы буду давать очень маленькие. Значит, зачем я решил взять звук именно со старого плеера? Дело в том, что мои старые подписчики, друзья и знакомые, сказали, что я очень часто использую вот эту вот муху, ну, fly-муха я так перевожу, потому что мне удобно пользоваться вот этим плеером-телефоном. Ну, во-первых, и заряжается, батарейки в нем менять не надо, в отличие от вот этих вот агрегатов. Но, так как у него усилитель класса D, и скорее всего он выдает высокую частоту, то на микросхему я типа подавал сигнал, на самом деле не синусоидальный, не музыкальный, а цифровой. И здесь у меня получился этакий цифровой усилитель. Нет, ребята, усилитель получился обыкновенный, аналоговый, как обычный транзистор со смещением. И вот, ну, можно, конечно, сказать, что и в этом плеере старинном тоже какой-нибудь цифровой усилитель класса D стоит, можно об этом сказать. Но все-таки давайте относиться к этому более так мягко и благодушно. Можно подцепить сюда даже старую радиолу или проигрыватель, но громоздить его на стол я не стал, а звук будет тот же. Ну, давайте еще раз вот со старого плеера послушаем, как все это дело звучит. Я использую радио. Вот, ну, могли заметить, что звук действительно красивый, действительно хороший, хотя я настраивал эту микросхему, то есть давал ей смещение без оцеллографов, именно по приборам, по каким приборам? По вольтметрам и амперметрам, выставляя крайние точки для токов, то есть я определил гистерезис этой микросхемы, когда она переходит в ключевой режим, и постарался попасть в середину. Я неоднократно делал ролики о том, как вот достичь рабочей точки на транзисторе, на реле, на терротроне. То есть везде есть некоторый гистерезис, когда у нас транзистор, а вот этот транзистор, кстати, является тоже ключом, то есть это ключевой транзистор для генераторов, для автотрансформаторов, ну и для прочих блоков питания. Не музыкальный транзистор, но звучит он великолепно, лишь только благодаря тому, что можно найти точку, можно найти тот линейный участок, где он будет очень хорошо усиливать синусоидальные сигналы, ну, то есть звуковые сигналы. Так, что дальше? А дальше давайте испытаем по старинке, то есть раз мы испытали плеер, плеер мы сейчас отключим, давайте еще один более такой современный плеер, хотя ему уже лет 30, но это плеер из 90-х. Когда-то такими плеерами награждали тех, кто покупал ноутбуки вот этих вот Asus'ов, Sika's, Nakus'ов. Так, как его там включить? Сейчас мы его включим и попробуем что-нибудь с него услышать. Дело в том, что его старый MP3-проигрыватель не берет все файлы, как я бы хотел, и поэтому некоторые файлы звучат отвратительно. Они растягиваются прям как грамм-пластинка. Ну, можно сказать, что достоинство вот этого плеера в том, что он может звучать как грамм-пластинка. Давайте сейчас найдем что-нибудь благозвучное. Буду давать тоже небольшими сэмплами. Музыка Ну, достаточно, я думаю. Это значит, играл 30-летний старинный плеер с дефектным, можно сказать. Ну, а скорее просто со старым MP3-преобразователем, который не берет современные MP3-пережатые файлы. Ну, и муха. Конечно же, куда ж мне без мухи? Без мухи слона не надуешь. А раз мы надуваем вот такого замечательного слона, обратите внимание, о чем идет речь. Вы сейчас слушаете не какой-нибудь там музыкальный центр или купленную в Китае ТДАшку, ТДКшку или чайник, ну, в смысле микросхемы, которые специально предназначены для усиления звука. Я собрал свой усилитель простой, достаточно громкий и очень чисто играющий на деталях, которые для этого, в общем-то, не предназначены. Это микросхема цифровой логики КК-155ЛА3 и вот такой вот транзисторный ключ, именно транзисторный ключ, не музыкальный транзистор. Хотя у меня в распоряжении транзисторов имеется, ну, превеликое множество, среди которых есть отличные, именно предназначенные для усиления звука. Так, разблокировался? Да, разблокировался телефончик. И давайте вот то, что привычно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, думаю, достаточно издеваться и над микросхемой, и над вашими ушами. То есть, если мы применили хорошую колоночку, если мы добавили оконечный каскад в виде всего лишь одного транзистора с небольшим токопотреблением не в амперы, там, не в полтора ампера, не в полампера, всего лишь 50 мА, это не так много, 50 мА потребляет оконечный каскад, при этом при увеличении громкости не особо здесь скачет стрелочка. И микросхема, которая потребляет 15 мА в качестве предусилителя. Все это прекрасно работает. Можно даже попытаться прицепить какой-нибудь микрофон. Но это уже будет тема другого ролика и совсем другая история. А на этом все. Пока. До следующих встреч. Музыкальная микросхема К155ЛА3 показала себя прекрасно и мне она очень нравится.